Здравствуйте, Шаватов и Гутево. Хорошей недели. У нас Мишли, 186-й урок. Мы находимся в 21-й главе. И начинаем с предложения номер 17. Шлом Амелых говорит, вначале я читаю, как русский переводчик перевёл, «Любящий веселье-человек нужды, любящий вино и тук не разбогатеет». Изображение исчезло. Шлом Амелых говорит, Человек, которому не хватает, он любит радоваться. А человек, который любит вино и масло, он не станет богатым, он не разбогатеет. Мальбим объясняет так. Человек, который любит радость и постоянно любит находиться в состоянии душевного подъёма, радости, веселья, это человек, у которого чего-то не хватает. Потому что радость, она не бывает постоянной. Любая вещь, которая радует человека вначале, она достигает его таким образом, что потом ему кажется, или должно произойти какой-то киньян, какое-то приобретение одиночных вещей. И вещь, которая им радовала когда-то, в дальнейшем не должна радовать человека. И человек, который хочет увидеть какую-то новую вещь взамен старой вещи, она должна ему радоваться. Но человек, который радуется постоянно, это означает, что у него нету какой-то причины для этой радости. Потому что постоянной причины для радости не бывает. Но человек, который любит вино и масло, в русском переводе тук, имеется в виду какие-то вот оливковые, подсолнечные, вот такие вот виды масел. То есть человек любит находиться в состоянии вино, то есть выпить, а масло, чтобы смазать свое тело, тело для того, чтобы чувствовать себя более комфортно, я не знаю. И это называются такие вот, даже не знаю, как по-русски сказать такое слово, некие удовольствия этого мира. То есть человек, который любит эти удовольствия, он никогда не разбогатеет. Потому что это приведет к тому, что имущество его закончится, у него не будет денег. И кроме того, что этот человек, которому все время не хватает, в духовном плане, у него также будет не хватать в материальном плане, что не так, человек, который любит радость, то и при этом не закончится его имущество. То есть здесь есть такие две, сразу два минуса одновременно. Первый, человек, постоянно находящийся в смехе, в веселье и так далее. Это симан, знак того, что у него что-то ему не хватает в духовного. И кроме этого, человек, который плюс к тому, что он всегда веселый, жизнерадостный, и у него все хорошо, он не чувствует никаких изъянов, кроме этого, есть еще проблема с этим человеком, а именно, что этот человек, который тратит много денег на вино и масла, притирания, то этот человек приведет себя еще и к бедности. Это перевод, который дает Марбин, этого пасука. Вильнюсский гаон пишет, что человек, которому чего-то не хватает, имеется в виду, не хватает всего, то есть бедный человек, и он любит радость, любит веселиться, то есть он находится в постоянном веселье. При этом этот человек, который любит вино и любит масло, он никогда не разбогатеет, потому что он бежит за вином, и, соответственно, он не сможет прийти к состоянию богатства, потому что он не видит парносы, он не видит никакого смысла в богатстве, кроме как вино. И он бежит за вином, преследует вино и масло, и такой человек не будет ни счастливым, ни богатым. Теперь гаон объясняет это и говорит, о чем идет здесь речь. Это был Машаль, это был пример. И что мы хотим этим примером описать? Что нам хочет сказать Шлома о Меллах? Человек, которому не хватает Торы. То есть у него нет никакого запаха понимания Торы. Он совсем не хватает Торы, совсем. Другам ли ничего не понимает. И этот человек любит быть постоянно в радость, то есть он смеется и веселится каким-то глупостям, которые происходят. Потому что Тора, она делает глупца простого человека более мудрым. А у этого человека нету Торы. Поэтому любовь его, она больше не к Торе, а больше к вину и к маслам. То есть он преследует таавот этого мира, преследует удовольствие этого мира, который выражается в вине, которая нужна для того, чтобы выпить, и в масле для того, чтобы ей помазаться. Такой человек никогда не станет богатым в Торе. И еще. Человек, которому... То есть первый перушь понятный. Первое объяснение Гаона, что Шлома о Меллах приводит нам пример. Человека, у которого не хватает, он беден, то есть у него не хватает Торы. Этот человек радуется своей Тайве. В качестве Тайвы приводится два варианта. Это либо вино, либо масло. И если бы у него была Тора, то несмотря на Тайву, Тора обогащает духовный человек, и, соответственно, он может направить свои удовольствия в какое-то более позитивное русло. Но человек, у которого Торы не хватает, то все, что у него есть, это вот выпить и измазаться. В таком случае этот человек не разбогатеет, но он продолжает и говорит. Второе объяснение. Человек, которого не хватает, имеется в виду. У него не хватает страха перед Всевышнего. Страх... Он приводит некоторые примеры для того, чтобы доказать, что об этом идет речь. Примеры из псалмов, но я пока их пропущу, может, какую-то часть мы приведем. И страх – это понятие трепет. Трепет, страх – трепет перед Творцом. Это понятие, противоположное антоним слову «радость». И об этом сказано в Зохоре. Написано «Ивдуэдашем беира». В одном пасуке сказано, этот пасук как раз из Гильям, из сотого псалма, там сказано, что надо служить Всевышнему в страхе. В другом месте сказано «Ивдуэдашем бе симха» – «Служите Всевышнему в радости». Таким образом, есть два вида, два направления службы Творца. Это радость и страх, и трепет. Человек, которому не хватает, то есть у него не хватает страха перед Творцом, и он любит симху, любит радость, и, соответственно, любит вино и масло, поскольку это то, что приносит ему радость. Но теперь нам надо понять, что этот комментарий Гаона не говорит про материальные радости, про то, что человек любит выпить вина и любит намазаться маслом. Он говорит про Тору, про службу Всевышнего. И таким образом, есть человек, который служит Всевышнему только из симхи, только в радости и не в страхе. То есть, о чем идет речь? Существует понятие «лэхем» – «хлеб в качестве питания». В Машале, в примере, о котором мы сейчас говорим, хлеб – это страх перед Всевышним. Один момент, чтобы как-то это пояснить. У нас было в другом месте Мишли. В 19-й главе был посук, который говорит, сейчас я его не могу найти, «гамба лода от нефиш лотов вас бригла им хате». Также без знаний душа человека ей плохо. И человек, который… Ац, я не знаю, какое слово привести в качестве перевода. Одну секундочку. Попробуй переведи эти все слова. Буду пользоваться шпаргалкой в качестве русского переводчика. Если она как-то поможет. Он говорит, «Душа без разумения нехороша, а торобливый ногами оступится». Ац он переводит как «человек, который спешит», спешащий человек. Он оступится своими ногами. Наверное, это неплохой перевод. Так вот, Гаон здесь говорит, что имеется в виду, что человек делает митцвот, душа которого было даат, душа без знаний, без даата. Это нехорошо. Что имеется в виду? Человек, который делает митцвот и не занимается торой, то это называется лотов. И даже если выполняет митцвот, но эти митцвот без торы, то душа этого человека нехорошая душа. потому что «питавус адада либа», хлеб, он то, что насыщает сердце, как сказано, «лехем левав иныш и сад». Хлеб человеческие сердца будет насыщать. Это псалом Давида Мелоха. Потому что, несмотря на то, что человек делает все удовольствия в этом мире, если он не будет наевшийся, то он останется голодным. То есть, человек, который посвятит себя всем удовольствию этого мира, я не знаю, какие книжки, кинофильмы, какие-то вкусные сладости и так далее, но при этом он не поест, то он останется голодным. Потому что удовольствие человека в всяких сладостях и тому подобных вещах они не могут насытить и не заменят хлеб. И поэтому человеческая душа останется голодной. Потому что, если он делает все митцвод, но не будет учить Тору, а Тора называется хлебом, как сказано, «леху лахму», «пойдите и кушайте хлеб». Это пасук тоже из Мишли, из девятой главы, но я уже не буду возвращаться и все пасук им комментировать, которые связаны друг с другом, потому что иначе мы никогда не сдвинемся с места. Но Шлома Амелла говорит, «пойдите и поедите хлеб, пойдите и изучайте Тора». Человек, который этого не делает, у него есть все митцводные, нету Тора, это написано «лотоф», это нехорошо. И это то, что сказано было «да», без знания. Знания – это и есть Тора. Душа, у которых нету знания, это душа, которая плохая. Потому что страх перед Всевышним рождается, приходит из Торы. Если человек не будет учиться, то у него не будет страха перед Творцом. И еще, что было «да» без знаний, без Торы. Это «да», он сам и называется «тоф», он и называется «хорошо». И то, что наоборот душа, это душа, которая нехороша. «нефиш» – слово «душа». Тиот «адбаш», я когда-то вам объяснял, что такое «адбаш». Есть алфавит, который считается «алиф, бейт, гиммл, далат» по порядку букв в предложении. А есть прочтение алфавита, когда первая – последняя буква, вторая – предпоследняя. Это называется «алиф, тав, бейт, шин» или называется «адбаш». Слово «нефиш», написанное в «адбаш», когда меняется буква «алиф» на букву «тав» и так далее, то если написать измененными буквами, то получается вместо «нефиш» слово «тов» – слово «хорошо». Но когда это находится без «даата», то это «нефиш», в которой нету «тов». То есть «даат» – это когда мы можем соединить буквы различными способами, и это «даат тора», которая раскрывается, и тогда это приводит к тому, что «нефиш» и «тов» соединяются вместе. Но если человек бежит, спешит своими ногами, то он грешит, потому что «роглаем» – ноги – это качество человека. От слова «регель», «легаргиль», «гергель» – это привычка. И когда человек приучает свои «медот» к каким-то хорошим качествам, свои качества делают хорошими, приучает их, то они делаются ему природой. Но ему нужно идти, то это на самом деле нам не так важно сейчас, нам важна именно первая часть, что «нефиш» без «даты», это называется «лотов», это называется «митсвот» без «торы». Теперь вернемся к нашему посылку, как Гаон объясняет нашу посылку и говорит. Он говорит, что есть понятие хлеба. Хлеб – это тора, но там, в 19 главе, Гаон сказал, что хлебом называется тора, а «митсвот» называется «танугим», это «маадоним», как перевести сладости? Десерт, который подается к хлебу. Это дополнительные какие-то блюда. Но здесь он переводит немножко иначе и говорит, что хлеб внутри торы – это галахот, это законы. Кроме хлеба есть еще яин и шемин, есть еще вино и масло, которые дают некое удовольствие, добавляемое к еде. И он объясняет, что это агадот. Существует галахот, который является хлебом торы, и существует агадот, который состоит из ремеса и сода, из тайны и из намеков, и человек, который хочет увидеть, достигнуть гадлуса, величия, чудес, и он не может осуществлять заповеди до того, как он выучит законы, чтобы знать, что делать. И человек, который не выясняет галахот, не учит галахот, он никогда не станет богатым человеком. То есть, яин и шемин, рамазим, намеки, и сот, яин, богематрия, числовое значение яин, это сот, тайна. Человек, который учит только тайны торы и только намек, который в торе, но не учит главную часть торы, то есть галахот, как надо делать и что надо делать, то этот человек никогда не разбогатеет. Сказано в Перкеавод, кто является богатым человеком, тот, который радуется своему делу. И он не ищет гадлута и нефлаута, он не ищет каких-то совершенно невероятных чудес и не делает этого до того, пока он не наполнил свое пузо, свой желудок хлебом. То есть, это то, о чем написано, сердце человека должно быть насыщено, насыщено именно хлебом, а хлеб – это галахот, те части торы, которые самые открытые, самые занудные для изучения, для того, чтобы узнать, как, когда, сколько, где, все детали этого и так далее, это является основной частью торы. Человек, который оставляет ее, идет к тайным понятиям торы и вместо хлеба идет к вину и к маслу, то этот человек никогда не станет сытым, и этот человек никогда не разбогатеет. Невозможно прийти к тайным, а только через хлеб. Это то, что сказано, не разбогатеет, то есть, что у него ничего не останется от его торы. Таким образом, Гаон дает первый комментарий, такой же, как Мальбин, комментарий Пшата, простое объяснение, которое говорит, что человек не должен гнаться за удовольствиями в мире, а человек должен немножечко наполняться какими-то познаниями. Человек, которому ничего нету, и он постоянно доволен, веселый, жизнерадостный, это несколько знак плохой, то, что по-русски была пословица смех без причины, признак дурачины. Вот, потому что симха, как объясняет Мальбин, она должна быть временной, она никогда не бывает постоянной. Дальше Гаон пишет второй комментарий, который говорит, а, извините, на простом уровне он еще одну вещь объясняет. Он говорит о том, что человек, который бежит, преследует вино и масло, он никогда не разбогатеет, потому что он, ему не нужна парноса, ему не нужен хлеб, ему нужны какие-то вещи, которые являются второстепенными, от которых не может произойти богатство. Но человек, который бежит за вином, объяснение Гаона, два объяснения. Первое объяснение, это человек, который, ему не хватает Торы, то есть он совсем безграмотный человек, и он все время любит пребывать в радости, то есть, раз у него нету Торы, то радости Торы у него нету. Когда, какая радость у него может быть? Радость глупца, потому что Тора, она дает мудрость человеку, у него этой Торы, то есть мудрости нету, и, соответственно, вся его радость, радость от глупости. И второе объяснение, которое он дает, Гаон говорит о том, что человек, которого не хватает, это речь идет о том, что ему не хватает страха перед Всевышним, потому что трепета перед Творцом, потому что есть два крыла, на которых делаются все заповеди. Это страх и любовь. Любовь, она связана с симхой, с радостью, но любовь не может быть, любовь ко Всевышнему без страха, это вещь, которая невозможна, потому что человек немножко задумывается о Всевышнем, то он трепещет, боится его, и если этого нету, то таки плохо. Поэтому человек, у которого нету дата Торы, и, соответственно, нету иры, нету страха перед Всевышним, потому что у него нету Торы, то этот человек никогда не может разбогатеть, и все, что у него есть, пойдет на смарку. Это первое. Все его митцводы, которые они делают, без Торы, без страха перед Творцом, это немецвод. И вторая вещь, которую он говорит, это то, что, еще один пируш, который говорит, секундочку, что означает любить вино и масло? Это значит, что человек отворачивается от хлеба и поворачивается к вино и маслу. Вино и масло, о которых идет речь, это скрытая часть Торы, садот Торы, это вино, и масло, это ремис, намек, который есть в Торе. Человек, который получает от агадот Торы, он учит агадот и не учит голоход, то есть у него нету хлеба, но есть масло и вино, и, соответственно, без хлеба насыщение невозможно, и то, что у него есть, это такая вот бедявитная, постфактномусская ситуация, когда он получает какую-то часть Торы, которая является значительно менее обязательным, чем первая часть Торы, и не может правильно себя вести, и Тора его тоже будет нецельно, этот человек не разбогатеет, потому что из Торы у него не останется в общем ничего. Это второй комментарий Гаона, который есть. Теперь мы вернемся к следующему пасуку. 17-й пасуг у нас кончился, и, соответственно, начинаем 18-й пасуг. Искупление праведного нечестивый вместо благочестивых страдает отступник. Я прочитал это на русском языке, теперь на иврите. Коферла цадик, раша, тахат ешорим богет. Тот, кто дает искупление для цадика, это раша, я не буду переводить, я уже перевел, а вместо человека, который ешар, приходит человек, который называется богет. Поскольку перевод раша это нечестивый, ведь цадик это праведник, вместо ешара, прямого человека, будет стоять богет, тот, который восстает против Торы. Теперь прочитаем, как Мальбим это объясняет, и потом углубимся немножко в комментарии Гаона. Мальбим говорит, что коферла цадик раша, то есть, это мин, который Митхаев, нефиш, тахат нефиш. У нас есть понятие душа за душу, глаз за глаз и так далее. Мин, это дословно, наверное, надо сказать, еретик. Еретик, он отдает свою душу за душу праведника. То есть, Всевышний наказывает за, искупляет праведника, понятие мин, понятие, которое называется еретик. Кофер, это человек, который, есть разница между еретик и кофер. Кофер, это человек, который отрицает существование Творца, или отрицает, один из принципов веры. Еретик, это тот человек, который согласен с существованием Творца и так далее. Ну, например, он верит и служит Авой Дезори, поклоняется идолам. Этот человек, не кофер Всевышнего, он не отрицает Всевышнего, не отказывается от него, но он присоединяет к Всевышнему Авой Дезори, его мы называем мином. Кофера мы называем человека, который не просто, который отрицает основу. Если, я не знаю, можно ли сейчас мне добыть, я не приготовил заранее, Рамбома, первый том, Сефер Мада. Если это возможно, то просто там есть некое определение этих понятий, если нет, то двинемся дальше. Я думаю, что это трудно сейчас сделать. Одну секунду, первый том, совсем первый. Нету, Алифа? Мада. Спасибо, я очень извиняюсь. Нет, это второй том Мада, я так думаю. Окей, нет, секундочку. Нет, это второй том с двумя звездочками. Нужна Мада с одной звездочкой. Но если нет, то продолжим. Есть слехари, что я... вот Рамбом в... не приготовил. В голохот шуба Рамбом пишет. Вот те люди, у которых нету дела в будущем мире, и они... им делается карет, они отрезаются и пропадаются, и судятся за свои расшаидства и за свои авэры ла-ла-ма-ла-ла-ме-ла-мим навсегда. Вот они, миним, апикорсим, кофрим, бе-то-ира. Кофрим, отрицающие Тора, отрицающие Тхиаза Мэйсим, оживление мертвых. И отрицающие в приходе Гоэля, в приходе освободителя, Машеха. Теперь, то, что я хотел здесь. Пять видов людей называется миним. Здесь у нас в Мальвиме используют понятие мин. Мином, еретиком, я не знаю другого слова в переводе. В переводе называется пять видов людей. Первый, человек, который говорит, что нету элок, и нету Бога, и нету мира того, кто им управляет. Второе, человек, который говорит, что есть мангик, управляющий миром, но их двое или больше. Третье, человек, который говорит, что есть господин один, но у него есть тело и у него есть тмуна, у него есть какая-то картина, какое-то изображение. И также человек, который говорит, что он не является первым и создавшим все. И также человек, который служит какому-то идолу, кроме Всевышнего, для того, чтобы он был посредником между ним и господином всего мира. Эти пятеро, они называются Мином. Райвет, на это Халек, Райвет здесь приводит очень известный Райвет, который говорит, что тот, кто говорит, что у него есть тело или картина, говорит Райвет. Я не знаю, почему он назвал это Мином, Еретиком. И вот есть многие лучшие, чем он, пошли по этому пути в Махшове, в мыслях, потому что они видели различные псуким в Танахе, и еще больше видели Агадот, Мишубашот, Эдадат. Всякие Агадот, которые запутывают человека. И поэтому пришли к неправильному выводу. И это, понятно, что этого делать нельзя, но этот человек называется Шогек, он называется Согрешивший случайно, и он не теряет Аламаба и не называется Мином. Это Райвет, который Халек. Теперь, три называются Апикорсим. Это человек, который говорит, что нету пророчества вообще, и не знает Всевышний, что творится в сердце человека. И человек, который отрицает пророчество Машерабейну, и человек, который говорит, что Всевышний не знает человеческие действия. Три этих вида называются Апикорсим. И теперь, кто такие Кофрим, кто такие отрицающие? Он говорит, что есть три вида отрицающих Тора. Первое, человек, который говорит, что Тора не от Всевышнего, или даже один пасук, или даже одно слово. Если он говорит, что Маше придумал его сам, а не от Слов Всевышнего, то это называется человек, который отрицает Тору. Также человек, который отрицает какой-то комментарий на Тору, то есть Тору Шабальпе. Не имеется в виду, что не имеется в виду, что человек, который говорит то, что он слышал на каком-нибудь пьянке, извините, в субботней трапезе, которое происходило, кто-то взял слово и решил поделиться своими хедушим, своими новостями и сказал, что я не очень точно знаю, о чем этот пасук, тут есть трудность в пасуке, не знаю комментариев, или знаю комментариев, но мне кажется, что Тора имеет в виду. Я в этот момент всегда стараюсь отключиться и не слушать, потому что обычно это не имеет никакого отношения к устной Торе. Но человек, который, то, что написали наши хазаль, наши мудрецы, мидрашим и так далее, это Тора Шабальпе, человек, который отрицает какой-то мидраж, говорит, что этот мидраж неверен, или отрицает какой-то комментарий, ну, например, комментарий Раша, не обязательно Раша, или отрицает тех, кто привел эти комментарии, что они вытекают из Торы, как, например, Содак и Байтус, которые оставили Тора Шабихта в письме на Торе и отрицали, что из него вводятся все законы, которые вводят наши хазаль, или человек, который говорит, что Всевышний изменил эту мидзу или другую мидзу, и этой мидзу больше нету, или говорит, что Тора идбатлат, что Тора аннулирована, несмотря на то, что он из народа Всевышнего, как, например, Ноцрим, Хагарим и так далее, любой из этих, называется Кафер Бе Тора, любой из этих людей, которые говорят, что Тора заменена, или что-то подобное, или одна из мидзу заменена, и больше этой мидзу нету, это называется Кафер Бе Тора. Вот, это то, что мне нужно было, я извиняюсь, что я не подумал, что мне это понадобится, и не приготовил, это нужно для того, чтобы понять, что имеет миду Мальбим, теперь я возвращаюсь к комментариям Альбима. Он говорит, человек, который Кафер, мы только что прочитали, кто такой Кафер, что человек, который отрицает, нет, извините, я не туда полез, Кафер Лесадик Раша, искупление для праведника является нечестивец, объясняет, что Мин, мы видели, что есть несколько видов Мином, который я перевел как еретик, но мы видели только что, что это такое, он Митхаев Нефиш Тахат Меш, он получает наказание, хиюв, душа за душу, то есть вместо души праведника страдает душа вот этого вот Мина. Кафер Билтимин, Митхаев, но есть еще искупление, без того, чтобы кто-то был, вот этот Мин был подключен, что искупление производится деньгами, и у него, у человека есть Капора, то есть человек может быть искупленный Капорой, Капора приходят с помощью денег, и здесь сказано, «Емар к шеха шем да над Галам, когда Всевышний судит мир, то он судит между праведником и Рашой, между праведником и нечестивцем». Подобно этому Раша, нечестивец, своим судом, когда его судят, он делает искупление своей смертью за цадика. То есть бывает ситуация, что цадику нужно получить какое-то наказание, и Всевышний переводит стрелки этого наказания на нечестивца, либо на кофера, либо на Мина, о которой мы говорили. Цадик и Раша – это название, которое является антонимом одного к другому, в той же плоскости находится, в общем направлении находится. Если цадик, получается, хаяф, цадик должен быть наказан по суду, то периодически получается, что приходит Раша и своим наказанием убирает наказание цадики. Теперь второй вид Рашой – это не Раша, а Богет. Что такое Богет? Я тут подумал, что нужно посмотреть… Я забыл посмотреть в комментарии, где Мальвим объясняет перевод слов. Он объясняет цадик и Йоша. Цадик – это то, что относится к тому, кто получает праведность по суду, и он цадик по отношению к Раше, но не сам по себе, как написано в каких-то местах – Кебела, Раша, цадик, Мемену и так далее. То есть здесь сказано, что кто-то более праведен, чем кто-то. Но Йошар – это человек, который сам по себе, своим разумом и своими качествами является праведным человеком, является прямым человеком, идет прямо ко Всевышнему, независимо от сравнения с кем-то другим. Теперь он говорит, что Богет, он идет вместо Раши, получает наказание вместо Раши. Йошар – он неотносителен, он сам по себе находится в состоянии прямости, и он не нуждается ни в кофере, ни в копоре, он не является в искуплении, но только по вопросу мира здесь сказано, что Богет, тот, который восстает, изменяет, он хочет убить его состояние, желать убить смерти прямых людей, и приходит он вместо души, ну, душа вместо души, и спасаются вот эти Йошарим, как сказано, что праведность Йошарим их спасет, и те, кто будут на них изменять и на них восставать, они умрут. То есть Мальбим говорит, что Цадик и Йошар – это два человека, праведных человека. Цадик – это такая неполная праведность, он праведный только, когда его с кем-то сравнивают, например, с Рошой, поэтому Роша может получить наказание вместо него, или Хапер Цадика. Богет – это человек, который хочет восстать против Йошара, хочет изменить состояние Йошарута, и этот человек его наказание искупляет Йошара. Гаон здесь немножко входит в более подробные детали, хотя Маллах примерно тот же самый. Он говорит, Цадик и Йошар – праведный Йошар. Мы уже писали раньше, в нескольких местах и несколько раз, разница между ними. И обратная ситуация, одну секундочку, думаю, что может быть, имеет смысл сейчас это посмотреть. И разница между антонимами Цадика и Йошара мы тоже уже писали, что это Роша и Богет. Роша – это то, что наоборот от Цадикем, от Цадика Богет – это то, что наоборот от Йошара. Теперь, где Гаон это писал? Во второй главе у нас был такой пасук. Пасук такой. Роша им, они с земли будут вырезаны, вырваны. О Богдим, это еще один вид нечестивцев, они будут забраны, слизаны с нее. Говорит Гаон так, что Роша им – это хохамим лаара, это мудрые козлу. И это наоборот Ешорим. Когда они выходят на войну против осады своей, то их Всевышний Икарет. Икарет – это значит, что он их вырежет, отрежет. И они не приведут к хорошему пути. И это сказано миаре цихроту, они будут срезаны с земли. Обратите внимание, что здесь антоним слова Ешару – это Роша. А в наших псухим антоним слова Ешару – это Бугет. Здесь Шлома Амеллах меняет порядком эти слова. И Гаон обратит сейчас на это внимание и говорит. Богдим – это люди, которые противоположны понятию Тамим. Тамим – это цадик. Человек, который идет прямым путем, не задумываясь, он знает, какой Тора ему указала путь. И идет этим путем, не мудрствуя, не пытаясь как-то изменить и найти что-то лучшее. Это состояние Тамим. Те, кто против них восстают – это Богдим. Богдим – это те, которые не умеют исправить свои Медот. И они не выходят вообще на войну. Поэтому сказано, что Богдим будут убраны с земли и не останутся на ней вообще. И это Гефих – противоположность слова Тмимим, которая сказана. И дальше будет сказано четыре вещи. Ну, это уже нам не так важно. И здесь, если бы я обратил ваше внимание на то, что здесь сказано ровно наоборот, чем у нас. У нас написано, я еще раз читаю. У нас написано, что кофер для цадику, искупление для цадика – это Раша. То есть цадик, его противоположность – Раша. Ешара будет искуплять Богдет. А здесь написано иначе. И Гарот Нагаона уже пишут, там во второй главе, что Богдет – это ровно наоборот, чем Ешар. А здесь написано, что Богдет наоборот Таму, а там наоборот Ешару. Мне кажется, говорит тот, кто пытается объяснить эту кушью Нагаона, я не знаю точно, кто из издателей это написал, что Кавана имеется в виду, что Там и Ешар, они идут разными путями. Богдет, несмотря на то, что его путь, он идет все время параллельно пути Таму, но он со стороны зла. Честно говоря, кушья остается, потому что объяснение так до конца непонятно, почему Шлома Амелов изменил сочетание. Я хочу только напомнить, мы это уже читали, что такое Там и что такое Ешар, что такое Цадик и что такое Ешар. Цадик – это человек Цадики Там, это, в общем, примерно одно и то же. Это человек, который праведник, у которого он ищет, какой дорогой ему пойти, дорогой Торы, естественно, и выбирает такую большую широкую дорогу, по которой идут все, стандартный путь, с которого он настолько широкий, Дерри Гамеллах, царская дорога, проспект, с которого трудно свернуть и упасть, поскольку он протоптанный, он широкий и стандартный путь. И он идет по этому пути вместе с основной массой, и на нем, на этом пути намного легче удержаться. Но он далеко не всегда самый прямой, и далеко не всегда идет именно туда, куда человек мог бы прийти. Ешар – это человек, который ищет узенькие тропинки, которые идут более по прямому пути именно туда, куда надо попасть, в соответствии со своими качествами, со своим разумом, со своими качествами. Как ему лучше служить Всевышнему? Понимаешь, что есть общий путь Торы, а есть частный путь для каждого конкретного человека, внутри Торы, безусловно, внутри медсвода, внутри изучения Торы. Но он хочет найти свой индивидуальный путь, который может поднять на значительно больший уровень, чем общая дорога, которая ведет. Но естественно, что с этой узенькой тропинки значительно легче навернуться и сломать себе всякие органы, и попасть в лапы Кесар-горе. Поэтому Ешар подвержен большему такому вот искушению, чем Цадик, чем там. И тем не менее, подняться он может выше, но упасть он может больнее. Поэтому здесь говорится, что для Цадика кофер, его искупление, является Раша. Антоним Цадика – это Раша. Раша – это человек, который тоже не ищет каких-то своих путей для того, чтобы сделать гнусность, а он выбирает такую стандартную гнусную дорогу для того, чтобы напакостить так, как можно. И это то, что написано, что антоним слова Цадик – это Раша, и он является искуплением для Цадика. Разница между этими понятиями – это Раша и Богет. Раша – это противоположность Цадика, Богет – это противоположность Ешара. И мы видели, что в другом месте Шлома Мелых обозначил это совершенно наоборот, ровно наоборот. И видели, что есть попытки как-то Ле-Шефа Токушью ответить на Токушью, но давайте я потом к ней вернусь. И здесь сказано, что Раша – он является искуплением для праведника. То есть, в то время, когда есть Гзейра – распоряжение от Всевышнего на праведника, и Всевышний считает, что у него нужно привести какое-то зло, что Тара должно прийти к Цадику, то Раша его искупляет. Что это Гзейра приходит на нечестивца, а Цадик вообще не узнает о том, что против него была какая-то Гзейра. И в то время, когда есть один Цадик, то один Раша его искупляет. Один-один. Я пару слов скажу, до того, как мы пойдем дальше. Мы уже, по-моему, обсуждали, я боюсь сказать, может быть, мне кажется, но, по-моему, мы это обсуждали, что есть такая митсва хок-тахеха-тамитеха – митсва упрекать своего ближнего, то есть попытаться увести его с неправильного пути. И человек, который упрекает ближнего, написано, что если ему удалось это сделать, и ближний принял его тахехот, и стал себя хорошо вести, то награда того, который сделал этот тахеху, такая, что в каждой митсве того, кого он привел к Торе, сделал тахеху, теперь в каждой митсве этого человека он получает за эту митсву тоже награду, потому что без него бы этого не было, соответственно, он получает награду. Понятно, что тот, кто делает митсву, ничего не теряет, у него награда будет полноценной, но теперь еще и еще тот человек, который привел его к Торе, получает награду за Тору, которую он учит, за митсву, которую он учит. Это умножается, а не делится, короче. И второй вариант, когда ему не удалось привести человека к исправить его, он сделал тахеху, сделал правильно, хорошо, я сейчас не имею в виду, тахеха в форме ты козел, тахеха – это упрек. Если он сказал просто в форме ты козел, то понятно, что это не называется тахехой, это что-то другое. Но если он попытался это сделать нормальным путем, пытался объяснить, тронуть сердце человека, у него не получилось, то теперь сказано, что он заберет награду этого человека в Ганедане, поскольку человек, которого упрекали, по идее, если бы он вернулся к Тшуве, он получил бы Ганедан. Теперь это место в Ганедане остается пустым. Кто его получит? Тот, кто пытался привести его к Тшуве, у него не получилось. А то место в Гейноме, которое мог бы получить тот, кто его упрекал, упрекающий, упрекаемого, то упрекаемый получит двойное место в Гейноме, получит место за себя и за того парня. Это говорит Гемора. И объяснение этому очень простое. Что поскольку мы связаны друг с другом, то место ни в Ганедане, ни в Гейноме быть пустым не может, оно не создано просто так. И если его не занял Рувен, то оно передается Шимону. Поэтому то место в Ганедане, которое мог бы получить еврей, если он отказывается от этого места, то его получает Медин Арвус из закона, что все евреи гаранты друг за друга, тот, кто пытался привести его в это место. Ты отказался, получаю я. И обратная ситуация. Наказание получает, Раша получает двойное наказание, поскольку праведник пытался что-то сделать, у него не получилось. У него есть какие-то свои изъяны, но эти изъяны может получить Раша в Гейноме. Это то, о чем сказано здесь в другой форме. То есть то, что я говорил, это Хазаль, это Гемора. Здесь же нам приводится это из Танаха, Шламу Амелла говорит, что за Цадика Раша получает наказание, и то наказание, которое он получит, будет для Цадика к опорой искуплениям, и он будет избавлен от этого наказания. Это может произойти, как в этом мире, как я только что говорил, так же это может произойти и в Гейноме. Тахат ешорим богет. Вместо ешорим наказание получит богет, и ешорим получит искупление, когда богет получает за них наказание. Богет – это человек-изменник, тот, который меняет, тот, который изменяет. То есть, так как объясняет Гагро здесь, в этом месте, Раша – это человек, который идет по стандартному пути нечестивцев, не мудрствуя, ничего, просто делает Аверу, которая ему пришла в голову, и вот есть дорога Аверот, он по ней идет. Богет – это человек, который ищет свой путь в Аверот, так же, как ешор учит свой путь в Митцвод, для того, чтобы найти свою индивидуальную дорогу, чтобы она была наиболее подходящей именно для него, с его качествами, с его возрастом, я не знаю, с чем. То Богет – это человек, который ищет самую лучшую путь анти-ишар, для того, чтобы найти вот этот вот путь, эту дорогу, для того, чтобы сделать Аверот только связанный с ним самим. Понятно, что ни один человек не делает Аверот 100% на Бумезет, у них есть какие-то каванод, какие-то попытки объяснить, почему это можно и так далее, но вот человек, который Богет – это человек мудрствующий, как правильно пойти не по пути Торы, изменить путь Торы. Дословно, слово Богет – это изменяющий. То есть, в тот момент, когда уже пришла Гзейра от Всевышнего распоряжения на Ишорим, на прямых людей, на Цадиким, вот это вот уровни, индивидуального уровня, то вместо многих Ишорим, вместо многих из них, приходит один Богет и получает Капору за всем, и они получают пидьон, искупление, выкуп от этой Гзеры. То есть, если мы говорили про Цадика и про Рашу, то счет всегда должен быть 1-1. За одного Цадика страдает 1 Раша. Когда мы говорим про Ишорим, то за многих Ишорим искупление происходит через одного человека, который Богет. Потому что Ишорим, они выше, чем праведники, поэтому, несмотря на то, что на них приходит Гзейра, то не нужно для этой Гзейры, чтобы ее левотель, чтобы ее перевести в стрелки, а нужен только один Богет, для того, чтобы он был вместо него. Это пишет Гаон. Может быть, кавана Гаона, Бедерик Пшат, на простом уровне такая, что здесь нас учат, действие зло, которое делает человек, что за это зло должен быть наказан или Цадик, или Ишор, или праведник, или прямой человек. Поскольку из Маасе, Ра, из какого-то плохого действия, получилось, что в мир пришел Килкуль, в мир пришел, как Килкуль перевести, Лекалкель, это разрушение какое-то, что-то, испорченность. И эта испорченность обычно идет Бедериклаль, Катан Беетер, обычно очень маленькая, от того, что сделал Цадик, или Ишар. Ра, который делает зло, его нужно тут же наказать по закону, но результат этого наказания, это тикун, который приходит в мир, исправление, которое приходит в мир. Мы уже, не один раз я говорил, что наказание, которое идет от Всевышнего, даже от человека, как правило наказания, не с целью просто, ты сделал, вот тебе по заднице. Обычно наказание, это некий вид тикуна, исправление, которое должно прийти в мир, из-за той авэйры, которую сделал человек. Так вот, когда результат наказания, оныша, это то, что в мире происходит тикун, в мире происходит исправление, и она указывает, каким образом она получается, она указывает нам, показывает правильность, циткус, правильность, суда Всевышнего, и тому подобное. Тикун, исправление нечестивца, раши, он приходит, он находится на одних весах, с тем, что, с тем килкулем, с тем разрушением, которое сделал цадик, когда в мире произошло хэт, и так далее. Но если, это несколько, много, ешарим, прямых людей, которые делают, поскольку их уровень намного выше, а вейра обычно намного меньше, то в этой ситуации, достаточно одного наказания, чтобы исправить много аверот, поскольку на чашу весов они будут равноценны. То есть, Акодыш Баругу взвешивает любую аверу, любое преступление, любой бгам, который происходит, когда его сделали цадиким, или ешарим, и в соответствии с весом этого бгама, нужно привести оныш. Оныш наказания, оно искупляет, оно убирает аверу. Не знаю, правильно ли здесь это сделать, но я попробую войти в этот иньян, поскольку мне тоже кажется, что я этого уже касался. Существует такое понятие, что и сурим, страдания, они являются одним из путей исправления бгамем изъянов нашего мира. Понятно, что самый лучший путь исправления изъяна это тшува, жертвоприношение. Вместе с тшувой, жертвоприношением и Йом-Кипуром все аверот, почти все аверот убирается из мира, и все бгами, все мизьяны исправляются. Но существует некое-то исправление, которое идет, может быть, вместе с тшувой, а может быть, даже без тшувы, которое идет посредством исурим, посредством страдания человека. Страдания человека, любого, и цадика, и раши, без исключения, они всегда вводят некий тикун, некое исправление в мир. Каким образом Акодыш Баруго это и сделал, так устроил мир, это отдельный разговор, но в сокращенном виде, то, что имеет к нам отношение, любое страдание, любое несовершенство, которое ощущает человек в этом мире, свое несовершенство, оно вводит без тшувы, без раскаяния, я подчеркиваю, само по себе, оно является исправлением тех авиарод, которые были сделаны в этом мире, включая состояние исправления того, что даже не было связано с авиарод. Что я имею в виду? До того, когда Михао ели от дерева познания добра и зла, в мире не было ни одной авейры, ни одного преступления, сделанного людьми, и тем не менее в мире существовал изъян, потому что Акодыш Баруго создал этот мир с изъянами, не одним, а несколькими изъянами, потому что, если бы мир был цельным, совершенным, то не было никакого смысла существования человека в этом мире, поэтому мир был создан митсумцам сокращенным в виде с некоторым сокрытием лица Всевышнего не таким, как сегодня, но тем не менее это сокрытие было и изъяны в этом мире находились. Эти изъяны обсуждаются в разных умных книгах, мы сейчас не будем в них ходить, и каждый из этих изъянов должен был быть устранен человеком, Адамом, Хавой и их потомками, то есть нами с вами, мы с вами должны устранить эти изъяны, и сделано это должно было быть одним из двух путей, либо путь Торы и заповедей, авойды, работы, службы Всевышнему, либо в виде наказания. Теперь, Адам и Хава, когда ели от дерева познание добра и зла, кроме всех остальных высоких каванот намерений, которые там были, которые мы уже обсуждали, может быть, даже не один раз, кроме этого, Баля Лэшем в книге Дэа пишет, что у Адама и Хава было изначально кавана намерения сделать так, чтобы внести в мир, когда ели от дерева до, тоф и Ра, внести в мир тикуним двумя способами. Способ, который называется Тоф и способ, который называется Ра. Сделать так, чтобы исправление всех миров, доделывание их, шли в двух направлениях. Не в одном, как это было задумано Всевышним, и то есть задуманы Всевышним были все варианты, понятно. Но один из возможных вариантов, это сделать, исправление, только с помощью Иссурим, только с помощью страдания, другая возможность только с помощью Митсвот. Адам и Хава хотели соединить эти два вида исправления, и поэтому дерево Тов в Ира, дерево познания добра и зла, это то дерево, которое они внесли в этот мир внутрь себя. И теперь любое исправление, которое мы делаем, может идти двумя путями. Путем Митсвы и путем Ра. Ра – это страдание. Теперь, то, что нам говорят здесь, во-первых, надо понять, что если человек делает Митсву, то он убирает какое-то количество страданий из мира. Это пишет прямым текстом Нефиш Гахаим. Рафхайм Воложенер пишет, что любая Митсва, которую мы делаем, мы тем самым экономим количество страданий в мире, поскольку тот же Тикун, который мог быть сделан страданием, сделан другим способом. Но, с другой стороны, если есть какое-то количество Тикунем, которые мы не сделаем Митсвот, то они могут быть сделаны с помощью страдания, страдания делятся на две возможности внутри этого мира, когда сейчас кому-то плохо, или страдания в гейноме, которой мы с вами не очень точно представляем, что это, но мы понимаем, что это нихтгуд, не самое лучшее времяпрепровождение. Вот. Поэтому сегодня, нам сейчас говорит Шлома Амеллах, о том, что человек, праведник Ироша, праведник, он мог не доделать все, что нужно праведнику, и тогда, по идее, он должен это доделывать страданиями, и иногда так оно и происходит, а иногда этого не происходит. Ирошан оказывается за праведника, а за Ешарим, за много Ешарим, поскольку причина их, как это сказать, страданий, она должна быть очень маленькая, их страдания на весах совершенно другие, чем страдания других людей. У них такое количество митцвод, что 90% того, что надо исправить, больше они исправляют именно с помощью первого пути, тора и заповеди, то то, что немногое, что им надо доисправлять с помощью страданий, может исправить один человек, который называется Богет, своими страданиями, который восстает на тора и выбирает не просто стандартный путь Ирошаитства, а выбирает что-то такое замысловатое, непонятное, потому что вот такое умудренное, ищет какие-то философские пути для того, чтобы объяснить что-то помимо тора, и попадает из-за этого в совсем неприятные ситуации. В этой ситуации он может спасти от страданий очень много людей, которые называются Ешарим. Это пшат этого пасука согласно Гаону. Теперь нам, может быть, мы еще один пасук можем пройти, давайте попробуем. Говорит, это пасук какой? 19-й, да? Правильно я говорю? Да, 19-й пасук говорит, лучше жить в земле пустынной, чем с женой сварливой и сердитой. Товщевит Бейрец Мидбар, лучше сидеть в земле, которая называется Мидбар, то есть пустыня, чем Эшет Миданим, Мидьяним. Мидьяним это перевод, действительно сварливая, ссорящаяся жена, в Каас и находящаяся в гневе. То есть перевод, в общем, на самом деле, я такой же перевод не могу лучше сказать. Говорит Мальбим, что имеется в виду? Он говорит, что Товщевит Бейрец Мидбар, миэшет Мидьяним и Каас. Квар, уже сказано выше, что лучше сидеть на краю крыши, чем сидеть рядом с женой, которая все время ссорится. И если она не гневается, а только все время, Мидьяним переводится как ссорится. Но давайте попробуем заглянуть в корень этого слова, что такое Мидьяним, корень этого слова Дин. Дин это суд. Чем с женой, которая постоянно ведет себя таким образом, что она будет атрибут суда. И, например, она начинает ссориться с соседями, домочадцами, и нужно уйти от такой компании с такой женой. И человек, который живет вместе с ней, он живет на краю крыши, что не может найти с кем лучше сидеть на краю крыши, чем сидеть рядом с ним. На краю крыши там обычно никого нету, поэтому не с кем ссориться. Поэтому лучше уйти туда, чем сидеть рядом с ней. Но, если она, кроме всего прочего, еще и находится в состоянии легкого гневливости, легко впадает в состояние гнева, то она сможет его своим гневом достать также на краю крыши. И нужно убегать от нее уже не на край крыши, а уже куда-то в пустыню, потому что это крышка. С ней никак не справиться, надо убегать быстрее лани, быстрее, чем заяц от орла. Пшада Пашут очень понятный, простой смысл очень понятный. Жена, которая делает так, что у человека все время есть ссоры со всеми, кто его окружает, и сама постоянно находится в этом состоянии, еще и кричит, гневается и так далее, это, в переводе на русский язык, таки плохо. Теперь, если читаем Гаона, Гаон говорит, лучше сидеть в земле, которая является пустыней, чем со сварливой женой и гневливой женой. Человек, который сидит со сварливой женой, все время его жизни он находится в кассе и в боли. То есть, это постоянно приводит к боли и к гневу, и здесь я хотел, и вот у меня такая болезнь есть, что я забываю все, что я хотел приготовить. Сейчас, если он у меня здесь есть, когелет, то должен быть, по идее. Когелет есть. Во второй главе Шлома Амелыху когелет и пишет такую вещь. 23 предложение, секунду, я даже отметил себе, но приготовить забыл. «Все дни его страдания и дело его огорчения, даже ночью нет сердца покоя». Здесь несколько Псуким, которые говорят, что человек, бывающий человек, трудится мудро, сознанием, и отдает свою долю человеку, кто над этим не трудился. Это большое зло, ибо что получает человек от своего труда и стремления сердца свое, когда он трудится под солнцем? «Все дни его страдания и дело его огорчения, и ночью нет сердца покоя». Я не взял здесь с собой когелец с комментариями. Комментаторы объясняют, о чем идет речь, что когда человек трудится под солнцем, и здесь речь идет о неком соревновании, кто больше, кто лучше и так далее, то человек будет находиться все время в состоянии сварливом, гневливом и так далее, и это связано с тем, о чем мы говорим сейчас здесь. То есть, что человек, который сидит со сварливой женой, он постоянно будет чувствовать боль, изъян, недостаток. Теперь, о чем идет речь? «Сварливая жена – это тело человека», говорит Гаон, это только пример, о чем идет речь. Человеческое тело. Если у человека плохое тело, что значит плохое тело? Не имеется в виду недостаточно развитая мускулатура для мужчины или маленькая талия, или наоборот большая, наверное, для женщины и так далее. Нет, здесь речь идет о том, что человек все время преследует каас, гнев, таава у него постоянно. То есть, два качества, две женщины-блудницы, о которых мы много раз считали, хемда, таава, и качество кааса, гнева, которое находится в человеке, это качество его тела. И вот, если у него сварливая жена, которая постоянно, тело, которое постоянно вызывает гнев, постоянно требует чего-то такого, удовольствия и так далее, то лучше такому человеку поселиться в пустыне, чтобы убежать от этого. Что имеется в виду поселиться в пустыне, чтобы убежать от этого? Обычное состояние человека гневаться на кого-то, и таива, в общем, в какой-то степени тоже, она связана с тем, что он видит какие-то вещи. Когда он видит какие-то вещи, то он следует вслед глаз и вслед сердца, которое он соблазняет с этим. Ему начинает хотеться таива только в тот момент, когда он что-то увидел. Если он не видит, то все нормально. И каас, понятно, что каас, гнев бывает только, когда есть на кого гневаться. Поэтому такому человеку, у которого такая тяжелая проблема с сердцем, ему нужно уединиться и постараться большую часть времени проводить вдалеке от тех, на кого можно гневаться и вдалеке от тех соблазнов, которые могут к нему прийти. Человек же, у которого этих проблем нету, ни кааса, ни тайвы, то этому человеку, человеческое общество не будет противопоказано. Это то, как Гаун понимает, что он сказал, шлом о мэлах в этом пасуке, и я вижу, что я закончил свое время. Мы закончили девятнадцатый пасук, и в следующий раз Блэзра Дэшем продолжим. До новых встреч в эфире. Продолжение следует...